Создать в районе чистоту. Формировать у молодежи правильное отношение к окружающей среде и прививать подрастающему поколению любовь к чистым улицам решили члены партии «Единая Россия». И совместно с властями организовали конкурс на лучший слоган за чистоту района, который посвятили празднику труда в Московской области. На днях в четвертой школе подвели итоги. Мы хотим, чтобы у вас выросло сознание хозяина города. Не только на словах, но и в делах. Чтобы вы не проходили мимо тех, может быть, не совсем воспитанных ребят и взрослых, которые не хотят, чтобы мы жили в чистом городе. Не будьте равнодушными. В конкурсе приняли участие ученики общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования Щелковского района. Кому-то придумать слоган оказалось легко, кому-то сложнее. Но каждый понял важность темы, а самые активные, что называется, пропустили ее через себя. Каждый, наверное, писал что-то из своей жизни, что-то из своего двора, из своего района, из своего дома, может быть. Поэтому я думаю, что для каждого каждый слоган важен и для каждого он подходит лучше всего. Сергей – автор слогана «Исполни общую мечту, создай в районе чистоту», за что и оказался в числе победителей конкурса. Глава района Надежда Суровцева отметила слоганы как оригинальные и правильные. Самым запоминающимся выделила этот «Сделай меня чище» и подпись «Твой район». Такого рода конкурс проводился впервые, но власти отмечают, что продолжат вести такого рода политику в разных воспитательных целях. Нам хотелось достучаться до сердец жителей Щелковского района через те фразы, которые пишут их дети. А дети написали искренние, хорошие слова. И я думаю, что это очень большой вклад в воспитание подрастающего поколения. 147 участников прислали более 260 слоганов. Всех наградили дипломами и памятными подарками. 12 же финалистов получили денежные призы. Помимо этого лучшие слоганы будут размещены на рекламных счетах по всему району с подписью школьников, что будет служить напоминанием каждому. Даже дети знают – Щелково грязным быть не должно. Марина Познякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».